Она не выпускает из рук любимого сына. Родной отец отказался от него, когда девушка только забеременела. Родные советовали сделать аборт, но наперекор судьбе Светлана стала счастливой мамой. В этом году ей исполняется 22. Девушка с непростой судьбой сумела много пережить и найти свое счастье. Я когда узнала, что беременна, от меня отказались родственники, друзья и родная мать. Я нашла номер дома мамы и приехала сюда. Здесь мне помогли. Дали комнату. Живем бесплатно. Все есть. Я родила сына. Теперь налаживаю связь с родными. Говорят, что простели меня. Хочу вернуться домой. Своим примером Светлана дала надежду всем остальным. Ведь судьбы девушек, живущих в доме мамы, как под копирку. Муж-тиран, безответная любовь и незапланированная беременность. В Шемкенском доме мамы за женщинами ухаживают врачи и психологи. За детьми наблюдают педиатры. Психологи пытаются помирить родственников и вернуть девушек в семьи. Здесь проживают девушки, молодые девушки, которым некуда идти, у которых родители не принимают дома. Говорят им, чтобы они оставили ребенка или же сдали в детский дом. И вот мы работаем. Наша миссия – помогать таким девушкам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Оказывают медицинскую помощь, психологическую помощь, социальную помощь, юридическую помощь. На бесплатной основе. В доме мамы не только предоставляют жилье. Координаторы помогают с поиском работы, оказывают помощь психологическую и правовую. За 10 лет работы фонда дома мамы помогли 6133 женщинам, молодым мамочкам с детьми. А по южному региону 550 женщинам с детьми. Всего в Казахстане 23 дома мам. Время, которое постоялецы могут провести в них полгода. Но, как говорят координаторы, еще ни одна девушка не прожила здесь полный срок. За всеми рано или поздно возвращались родственники. А кому-то даже удавалось выйти замуж и обрести свою счастливую семью. Продолжение следует...